Система поддержки талантливой молодежи, принятая в Германии, считается одной из самых эффективных в мире. Деятельность Берлинского коллегиума при немецком фонде поддержки талантливой молодежи направлена на пропаганду европейских ценностей и передачу знаний в области политики, экономики, науки, культуры и управления наиболее одаренным и перспективным представителям молодого поколения стран Европы. Ежегодно в состав коллегиума входит около 30 студентов из разных стран мира. Эта группа из Германии, Польши и Беларуси разработала специальный проект, позволяющий изучить влияние международных спортивных событий на развитие общества. Первым городом, где студенты провели встречу с интересующими партнерами для воплощения проекта, стал Минск. 9 мая в Беларуси пройдет чемпионат мира по хоккею. Мы начали наше путешествие с Минска, затем побывали в Москве, и вот теперь это последняя точка. Мы прибыли в солнечный Сочи, который по сравнению с Минском и Москвой порадовал нас теплом. Нас интересует процесс проведения масштабных спортивных событий. Конечно, чемпионат в Минске менее грандиозен, нежели Олимпиада. Но нам важно сравнить подготовку в этих городах и влияние соревнований на жизнь общества. И в ходе сегодняшней встречи студенты узнали, как говорится, из первых уста подготовки и проведения олимпийских и паралимпийских игр. О том, как изменился благодаря этому событию не только город, но и менталитет жителей, гостям рассказали волонтеры и представители управления молодежной политики. Говорили о дальнейшей судьбе Олимпийского парка. Там планируется строительство одного из крупнейших скейт-парков и дома молодежи. А также о том, какие изменения прошли в отрасли молодежной политики. Добровольческое движение на курорте началось еще задолго до провозглашения Сочи столицей Олимпийских игр, отметил Андрей Безроднов. Но это событие дало возможность создания нескольких центров, среди которых Центр развития волонтерства. Олимпийские и паралимпийские игры для нашего центра мы рассматриваем как одно из мероприятий, в которых участвуют волонтеры и ребята, подготовленные данным центром. К примеру, за два с половиной года существования в период подготовки к играм, когда еще не проходило никаких спортивных соревнований, волонтеры данного центра приняли участие более чем в 360 мероприятиях, проводимых на территории города. Теперь в Сочи готовится принять еще несколько крупных мероприятий. В мае пройдет большая парусная регата, в октябре – гран-при «Формулы-1», а в 2018 году курорт примет чемпионат мира по футболу. В завершении встречи иностранные гости отметили, что премьер нашего города является хорошим пособием для реализации их проекта. Делегация берлинского коллегиума уже посетила курорты Красной Поляны и Центральную набережную. Пробудут студенты здесь до 26 марта. Татьяна Ногорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.